Алло. Артём. Алло, привет. Добрый вечер, Артём. Рад тебя видеть. Так как хорошо получается у новой партнёрки по ютубу, по АИР, что мы с тобой сейчас занимаемся. Людей очень много интересуется и хотел тебя попросить помощи. Вот очень часто мне задают такой вопрос. Чем именно эта партнёрка отличается от других партнёрок, то есть её преимущества? Подскажи, пожалуйста, чтобы я мог людям как бы... Я понял, Серёж, без проблем. Так у меня маленькая просьба. Давай сейчас отключим видеосвязь, потому что, чтобы не притормаживал, у меня сейчас активно работает интернет. Хорошо? Хорошо. Главное всё услышать. Всё, отключаемся. Значит, смотри, ты задал вопрос, почему именно эта партнёрка? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел изначально уточнить, а для чего вообще нужна партнёрка сама по себе? И что вообще даёт партнёрка, собственно? Потому что, чтобы понимать преимущества, нужно понимать, для чего это вообще нужно. То есть, первое, что бы я сказал, это когда человек подключил себе партнёрку на канал, это поднимает рейтинг самого канала. Это первое. Второе. Ну, это коммерческая выгода. Это непосредственно начисления, которые идут за тот труд и потраченное время на загрузку роликов, которые человек в своё время тратил. Там хотел, чтобы на эти ролики приходили люди к нему в бизнес, допустим, или смотрели его информацию. То есть, по факту, в любом случае, он время в это вкладывал, душу, силы. Поэтому много платится, мало платится. Но сама суть в том, что идут начисления. И раз идут начисления за положительные моменты, значит, это уже плюс. Ну, и третье, наверное, это у кого есть партнёрская программа, партнёрка, это как показатель, ну, что ли, прогрессивности человека, потому что нужно идти в ногу со временем. Если у человека есть канал, если он пользуется другими ресурсами, то партнёрка, это неотъемлемая, в принципе, часть непосредственно самого же YouTube канала. Это по первому пункту, да? Ну, а теперь, почему именно эта партнёрка? Почему именно AIR? Ну, AIR, правильно сказать, да? Если сравнивать её со стандартной партнёрской программой AdSense, вот, которой через AdSense идут выплаты на YouTube-канале, да, напрямик подключиться, то первое я бы отметил, это то, что люди, когда переходят на партнёрку AIR, замечают, что такса за 1000 показов становится в несколько раз выше. Иногда даже, допустим, вот, если сравнивать, то было, допустим, 2 доллара за 1000 показов, там становится 10, и 15, и 20. Это то, что многие люди, вот, непосредственно замечают. Вот, потом второй момент, это вот широта возможностей вывода денег именно в AIR, да, потому что есть возможность вывода и на Kiwi кошелёк, есть даже Western Union, можно с помощью WebMoney, и можно карточку MasterCard и Visa вывести. Вот, и третье, это оперативность службы поддержки, ну, даже, я бы сказал бы, ещё и гуманность, вот, именно гуманность подхода к человеку, потому что иногда вопросы нужно очень быстро решать, и такая возможность есть, то есть, в принципе, понятно, понятно это, да? Вот, теперь, по третьему пункту, если сравнивать партнёрку AIR непосредственно с другими партнёрками, то есть, не напрямик с YouTube, а именно тоже медиа, другими медиа-сетями. Так вот, наверное, я бы первое сказал, это надёжность и престиж, уже проверенный годами, это первое. Второе, это, наверное, вот, всё-таки, малые требования для подключения, то есть, возможность подключить себе партнёрку у многих людей гораздо выше, то есть, вырастает. Требования, это, там, 100 подписчиков, общее, с канала, и 3000 просмотров. Ну, соответственно, есть партнёрки, у которых требования намного выше, и подключить свой канал, это нужно очень большое усилие прилагать. Здесь проще. Ну, третий пункт, это вообще, я считаю, наверное, будет самый такой интересный, особенно для людей, которые любят строить свои организации, команды выстраивать, то есть, для любителей сетевого бизнеса, возможно. Здесь есть наличие трёхуровневой реферальной программы. Есть партнёрки также с рефералкой, однако, ну, вот, то, что я сравнивал, здесь реферальная программа гораздо интереснее. Ну, во-первых, три уровня, не только с первого уровня, как в некоторых. Ну, и само по себе это подразумевает то, что, ну, суммарный процент, получается, по заработкам будет гораздо выше. Почему? Если с первого уровня 6%, со второго 3%, и с третьего на постоянной основе 1%. Ну, конечно, в третьем поколении, может быть, уже организация там в тысячи-тысячи каналов, соответственно, это уже очень немалые доходы. То есть, привлекательность именно широтой возможностей. В принципе, ещё бы пункт я выделил, это понятность и прозрачность информации. Ну, то есть, можно в любой вопрос задать, решить, и на него ответят не двузначно, а однозначно. Всё есть на сайте, есть возможность получения документов, что тоже очень немаловажно. Договор юридически правильно оформлен и имеет юридическую силу. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к слову надёжность. Ну, и если подвести итог, то это уже, наверное, будет, мы, это, наверное, уже пятый пункт, мы с тобой говорим. Можно, в принципе, объединить всё то, что я говорил об эценсе, вот, там, где гуманность подхода, там, служба поддержки и так далее, широта возможностей вывода. То, кстати, в других партнёрках тоже с этим бывает не всё хорошо. Поэтому это всё тоже можно объединить. Поэтому, Серёж, отвечая на вот вопрос, подведём итог, стоит ли человеку подключаться к AIR, будь то он вообще без партнёрки, или он с помощью AdSense получает деньги, или, допустим, у него другая медиа-сеть, там, зарубежная, которая в СНГ зарегистрирована, ответ однозначно включать в себе AIR. Доверие к этой компании очень большое, и могу сказать только положительное про это. Серёж, меня слышно сейчас? Алло, алло. Артём, всё, спасибо огромное, всё захочево, всё понятно. Есть, может, какой-то ещё вопрос, может, что-то я упустил? Ну, по-моему, ты назвал столько плюсов, что больше, по-моему, и не надо. Ну, по плане, что всё доходчиво, понятно, и все плюсы, как говорится, видны сразу же по сравнению с другими. Всё, теперь знаю, как бы людям объяснять плюсы именно этого агентства. Ещё раз для себя тоже убедился, что мы в нужном агентстве, в нужном месте, в нужное время. Добро, Серёж, если что, звони, набирай, ты знаешь, я на проводе. Спасибо, спасибо.